Дорогие друзья, здравствуйте! Портал Prean.ru и главный редактор Шилип Березин. Начинаем очередной вебинар, посвященный самым актуальным вопросам покупки и владения зарубежной недвижимостью. Наверное, самая популярная тема последних лет, если мы говорим о странах, о которых идет речь при покупке зарубежной недвижимости, самая популярная тема – это Турция. В широком смысле этого слова причин этому много, и потому что Турция, по сути, сейчас самая понятная и простая страна для приезда, для приобретения недвижимости, широкий ценовой диапазон, огромные возможности, и в течение ближайших часа-полутора мы как раз о Турции будем говорить. Вроде сказано много, но я думаю, что сегодня нам будет чем вас удивить все равно. Я с удовольствием представляю своих очаровательных собеседниц. Это представители компании «Анталия Хоумс». Контакты компании, я думаю, мы в чате сейчас напишем. Пожалуйста, я думаю, их можно опубликовать. Ну, а с кем мы сегодня будем проговаривать? Менеджер, эксперт по работе с клиентами Анастасия Акай. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. И Оксана Акчанова, уже эксперт, агент компании «Анталия Хоумс». Здравствуйте. О чем мы сегодня будем говорить? Как мы вообще построим нашу беседу? Дело все в том, что, ну, безусловно, больше всего потенциальных покупателей интересуют предложения и что сейчас, собственно, на рынке происходит. А в Турции происходит много всего, и в целом с экономикой страны много чего происходит интересного. Соответственно, это все на рынок недвижимости влияет, об этом тоже поговорим. Но, помимо всего прочего, мы, когда обсуждали и готовились к этому вебинару, с компанией «Анталия Хоумс», с ее экспертами мы выяснили несколько моментов, о которых, говоря о недвижимости, Турции касаются этих моментов не так часто. Первое – это способы покупки. И мы начало нашего семинара посвятим двум схемам покупки недвижимости в Турции. Поговорим об удаленных сделках и поговорим о покупке через биткоины. То есть, ну, история, которая части нашей аудитории может быть интересна. И, наконец, во второй части нашей беседы мы поговорим о разных направлениях. Не только, чаще мы говорим об Анталии, говорим об Алании, но компания «Анталия Хоумс» работает, несмотря на свое название, не только в анталийском регионе. В частности, мы поговорим о Стамбуле, поговорим очень интересно о пригородах Стамбула, поговорим о весьма и весьма интересном городе, который является четвертым по величине городом Турции. Я название его говорить не буду. Смотрите наш вебинар. Через минут 30 мы, наверное, об этом тоже поговорим. Как вы уже многие из вас поняли, чат у нас работает, поэтому по-прежнему вы можете задавать вопросы какие-то, на которые мы постараемся ответить по ходу вебинара. Да, запись вебинара, безусловно, будет. Завтра, послезавтра мы ее опубликуем вместе со статьей, в которой, собственно, мнение наших экспертов и приметем. Ну, давайте начнем уже. К нам зрители продолжают присоединяться, но кто не успел, то мы не виноваты. Анастасия, в двух словах, что сейчас у вас происходит, какая ситуация даже не на рынке, а на улицах, что сейчас происходит в Турции? Здравствуйте еще раз, Филипп. Здравствуйте, уважаемые зрители. Что сейчас происходит в Турции? На самом деле ситуация достаточно стабильная. Как говорит Минздрав Турции, 51% коечных мест занят, но ситуация под контролем. Масочный режим на улице и в общественных местах сохраняется. И развлекательные заведения работают до 10 вечера. Во всем остальном, в принципе, без изменений. То есть максимум, что вы можете заметить на улицах городов Турции, все люди в масках. Это понятно. В двух словах, наверное, об этом тоже стоило сказать заранее. Тут ваша компания называется «Анталья Холмс», но вы работаете не только в Анталии. Несколько слов о вашей компании. Кто вы, чем вы занимаетесь, в чем ваша специализация, где находятся ваши офисы и так далее. Смотрите, сейчас я веду вещание с вами из нашего головного офиса в Анталии, в районе Лара. У нас также есть офис в Куни-Алты. Из него будет вести вещание Оксана. Также у нас есть офисы в Стамбуле. Два офиса на азиатской и европейской части. Офис в Бурсе, офис в Трабзоне, офис в Аланье. Планируется, естественно, открытие дополнительных офисов. Но пока когда, это будет сложно сказать. Что касается нашей компании. То есть получается, что так как мы находимся в Анталии, мы Анталия Холмс. То есть у нас в офисе в Стамбуле – Истамбул Холмс. В офисе в Бурсе – Бурса Холмс и так далее. То есть мы решили объединить все наши бренды под одной маркой – Текче. Текче – это фамилия нашего руководителя. И на данный момент мы будем выходить на рынок и представлять себя как Текче агентства недвижимости. Окей. Ну, давайте теперь поговорим с первой темой нашего вебинара сегодня – это удаленные сделки. То есть возможность покупки онлайн. Практически во всех странах так или иначе эта покупка возможна. Но в большинстве случаев покупается сейчас онлайн все-таки не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни, потому что просто не приехать. Но в случае с Турцией ситуация немножечко иная. Формально говорят, и приехать можно, что значит формально. Рейсы летают, страна открыта. Несколько слов давайте об этом. Почему сейчас вообще покупают удаленно? Покупают ли? И вот на примере работы вашей компании, как организовать сделку удаленно? Для чего это нужно? Пожалуйста. Смотрите, удаленно покупали всегда. Просто во время пандемии, во время закрытия страны, с марта месяца этот вопрос стал острее, так скажем. Поэтому все сделки перешли на удаленный режим. До этого также мы продавали удаленно. То есть это не первый опыт для нас в этом году. То есть мы и до этого совершали сделки удаленно. Что касается технически, как это выглядит, да, то есть процедура вообще, как происходит сделка онлайн. Наш агент выезжает на указанный объект, да, который клиент хотел бы посмотреть, выезжает, соответственно, с телефоном, с клиентом договариваться на определенное время, подключается в WhatsApp к видеозвонку или, допустим, Viber или какой-то другой ресурс и показывает сначала местность, где находится этот объект, сам объект, территорию объекта, территорию комплекса и потом уже саму квартиру. То есть по желанию клиента замеряет, допустим, там, комнаты, да, показывает детали, материалы строительные, как это выполнено. Следующим шагом, если клиент согласен, то есть, да, если ему все понравилось, то можно в этот же прямо день поехать в офис строительной компании и обсудить уже цену, да, то есть поторговаться в онлайн, опять-таки, режиме, по конференц-связи, поторговаться с застройщиком и уже определить цену. Но главный вопрос, ну, собственно, показ онлайн, это более-менее понятно. Ну, понятно, что какую-то часть аудитории он просто может не устраивать, но они ее удаленно покупать не будут. Кого-то устраивает, окей, замечательно. А вот чисто технически, вот есть, допустим, застройщик, есть покупатель, есть вы. Ваша роль здесь какая? Какие договора с кем заключаются? Как юридически правильно провести эту сделку, если я, условно говоря, не выезжаю из России, ну, или там, из Украины, неважно, какой страны, и хочу, вот, понравившийся мне объект, все, он меня устроил, приобрести. Смотрите, принцип тот же самый, что и в офлайн, так скажем, сделке, да. То есть мы, допустим, приезжаем к офису застройщику, обсуждаем детали, договариваемся о сумме, застройщик подписывает контракт, мы отправляем этот контракт покупателю по электронной почте или по WhatsApp, как угодно отсканировав, покупатель его подписывает, отправляет нам обратно, все. Сделка состоялась. Вопрос перевода денег. Какая роль вашей компании здесь? И вот в случае с застройщиком я общаюсь только с ним напрямую, соответственно, он мне выставляет счет, и я перевожу деньги ему. Когда, по какому графику, как это происходит? Все это прописывается в контракте. И, как правило, человек, который приобретает недвижимость, он не говорит на турецком, да, или там даже на английском. Поэтому мы выступаем в роли такого посредника, и по всем вопросам, по поводу перевода денег, и открытия счета, и сопутствующим каким-то вопросам, это все-таки к нам, а не к застройщику. Как регулируются в случае онлайн-сделки мои отношения с вашей компанией? То есть кто вы в данном случае для меня, и как, ну, там, доверенности какие-то, они все равно, безусловно, нужны. Как, какая форма, как быстро они по вашему опыту получаются, есть ли здесь какие-то подводные камни, которые людям надо учитывать? Да, в том случае, если клиент вообще не может прилететь, да, не только на подписание контракта, а вообще и на выдачу ТАПУ, собственно, он не может прилететь, то есть полностью сделка будет проводиться онлайн, в таком случае он должен оформить доверенность на нашу компанию в консульстве или в посольстве Турции в своей стране. То есть это не должна, это не может быть, это не может быть, ну, обращение просто к простому нотариусу, нужно прийти в консульцию. Форма этой доверенности какая и как происходит общение с консульством? Ну, по вашему опыту, там, последние клиенты, которые у вас были, как они, как с ними происходят, вот, ну, эти переговоры, насколько трудно прийти в посольство, в консульство сейчас, если вы этой информацией владеете, и насколько в консульстве вообще понимают, а зачем человек приходит, то есть не возникает там вопрос. Нет, в консульстве вопросов не возникает. Начинаю отвечать с самого последнего вопроса. Вопросов не возникает. Естественно, они знают, о чем идет речь. Форма доверенности свободная, но на данный момент мы обратились в отделение кадастровой службы здесь, в Анталии, и попросили им подготовить для нас какую-то унифицированную форму доверенности на турецком и на английском, которую мы могли бы отправлять нашим клиентам. А с этой формой они идут в консульство Турции или в посольство Турции, там они, естественно, работники посольства или консульства, знают, о чем идет речь. Процедура зависит непосредственно от консульства. Здесь, к сожалению, нужно что-то говорить, потому что, возможно, если там не будет очереди, их быстро запишут, и... То есть эта процедура быстро закончится, возможно, здесь, к сожалению, не могу ничего конкретного сказать. Понятно. Оксана, давайте теперь следующий блок вопросов уже, наверное, вам. Вот вопрос, наверное, такой психологический, но тем не менее покупка недвижимости в Турции, по крайней мере, если мы о бочной покупке говорим, это практически всегда торг. В случае с онлайн-покупкой, ну, вот просто такой психологический вопрос, а насколько реально торговаться вот в таком формате, как мы сейчас с вами общаемся? Ну, то есть, когда ты видишь человека, но так, под определенным углом, и, ну, соответственно, диалог все равно не совсем натуральный. Ваш опыт, насколько эта история работает. Еще раз здравствуйте всем. Смотрите, получается, мы на протяжении долгого времени всегда общаемся с нашими клиентами, с достройщиками наших, мы уже тоже знаем, то есть, как правило, мы организуем онлайн тоже конференцию, то есть садимся так же, вот как мы сейчас с вами, да, по одну сторону это покупатель, по другую сторону продавец и мы. Мы обсуждаем все онлайн, так как вот Анастасия уже подметила, что мы можем общаться на разных языках, то есть мы все это делаем, то есть мы, как бы наша компания, она и в качестве переводчика, и в качестве той стороны, которая как раз по поводу торга, по поводу скидок и договаривается, да. То есть, ну, вот по практике, например, моей, мы не организовывали видео какую-то, да, такую связь между клиентом и между продавцом. Мы просто, как бы постоянно списывались, то есть, как это, в принципе, как это вживую происходит, например, клиент говорит одну сумму, застройщик говорит другую, чуть-чуть снижаем чуть-чуть, в общем, и находим какой-то консенсус между нами. То есть, вот таким образом происходит. В принципе, разница не сильно большая, то есть между реальной покупкой и вот онлайн. Все равно, как бы, когда клиент сюда приезжает, мы также садимся, обсуждаем все это. В принципе, и здесь просто с помощью девайсов, которые сейчас у нас есть, или с помощью каких-то, я не знаю, там, видеотехнологий. Ну, то есть, на практике вы большой разницы, в общем, в этом не видите. Нет. Окей, хорошо. Анастасия, Оксана, ну, не знаю, кто из вас тогда ответит на следующий вопрос. Если мы говорим о преимуществах, о сделке онлайн, недостаток для человека более-менее интуитивно понятен, но все-таки ваш опыт вот сейчас сделки онлайн, это просто страх человека, что вот он приедет, он будет там в аэропорту с кем-то пересекаться, он не хочет уезжать из страны, или в этом может быть еще какое-то рациональное зерно сейчас? Давайте я начну. Естественно, оно всегда было есть и будет какая-то привлекательная цена, да, или ограниченное предложение. Допустим, понравилась какая-то квартира, вот хочу именно ее, прекрасный вид, да, но неизвестно, купят ли ее, допустим, может быть, ее завтра кто-то забронирует, да, и даже если человек, допустим, сделает на нее бронь, то она будет действовать максимум, там, несколько дней, максимум недель, потому что застройщик долго хорошую квартиру держать не будет. Поэтому это, естественно, такой движущий фактор, если что-то очень сильно понравилось, и это недвижимость, предложение ограничено, да, то есть хочется как бы, чтобы вот купить, приобрести. Смотрите, а вот такой момент, опять же, как решается вопрос, ну, опять же, сам был, на корресе Турции, был свидетель на таких, значит, очень быстрых даже не сделок, а брони, да, вот я вижу, объект мне понравился, я пришел, у меня, ну, условно, тысяча евро есть, если объект стоит, ну, если квартира стоит не очень дорого, наверное, там тысячи евро хватит, чтобы, ну, по крайней мере, на какое-то время забронировать ее. В том случае, когда я сижу далеко, да, как этот вопрос можно решить быстро, чтобы, ну, локально, спешно ее мне забронировать, если она мне очень понравилась. Я Оксане передашевываю вопрос. Заключается также резервационный договор, то есть между покупателем, нами и продавцом, то есть продавец подписывает данный договор, мы подписываем и подписывает покупатель. Покупатель отправляет нам депозит в виде банковского перевода, то есть, в принципе... Эта сумма идет уже, условно говоря, не застройщику, не компании, а вы получаете эту сумму? Да, мы получаем эту сумму. А вот этот трехсторонний договор, в чем его суть? То есть она даже, он даже не имеет отношения к договору о покупке недвижимости, это просто договор, а вот предварительная такая договоренность, условно говоря? Да, он говорит о том, что данную квартиру, то есть в данном комплексе данную квартиру показывать не будут, то есть она забронирована за человеком. У нас обязательно в системе тоже идет пометка о том, что эта квартира забронирована, вот, то есть там срок также определен, на какой срок данная квартира с депозитом. То есть, в принципе, также может прописаться то, что человек приезжает в какой-то определенный период, и он вносит... Это может быть как второй платеж, например, как бы по-разному может быть договор заключен, как бы как это уже как рассрочка, либо резервационный договор. Если как рассрочка, то это уже как первый взнос идет. Если это депозитный, то просто что для брони, это квартира на броню. Окей, хорошо. Давайте, ну, как мы говорили, мы построим наш вебинар следующим образом. Сначала мы говорим о, ну, каком-то элементе или сделке, или о каком-то регионе, и после этого просто приводим примеры. И, ну, потому что конкретные объекты – это вот то, что всегда наши зрители ждут. Вот я попросил, ну, Оксану и Анастасию, просто подготовить последний на данный момент объект, который был куплен именно онлайн. В двух словах, что это такое. Оксана, пожалуйста, давайте посмотрим. У нас он, кажется, где-то здесь есть. Вот он. Да. Да, данный комплекс расположен в Алании, то есть имеет панорамный вид на море, на горы, на крепость. Около двух километров от пляжа есть шаттлы из данного комплекса. Цены, начальная цена стартовая – это 36 500 долларов на квартиры 1 плюс 1, одна спальня, одна гостиная на сегодня. То есть вот совсем недавно прошла сделка с покупателем из России. То есть понравилась... Онлайн-сделка? И это была именно же онлайн-сделка? Это была онлайн-сделка телепроперти, да. То есть квартира, вот, то есть было какое-то количество вариантов, которые я предложила. Он выбрал именно вот эту квартиру, основываясь на фото и видео. После этого сделали онлайн-экскурсию, то есть онлайн-показ для него. После того, как он сказал, что именно вот эта квартира ему нравится, то есть он намерен ее купить, мы обсудили, как уже упомянули скидку, торг произвели такой. Если не секрет, чем закончился торг? Торг закончился хорошо, мы выбили небольшую. Но, в принципе, ту квартиру, которую он купил, она такая, из бюджетных была. Но для нее скидка неплохая. То есть мы постарались, он остался довольный. Ну, ладно, не хотите называть конкретную квартиру, не называйте, хорошо. А скажите, с того момента, когда человек сказал, окей, все, беру, с того момента, как было получено ТАПУ, сколько прошло времени? Смотрите, получается, он сказал, окей, через два дня он уже прилетел. Он, в общем, очень дорогой. Ему как-то понравилось очень. Он сказал, все, я лечу. Даже ему было не очень удобно, но он очень хотел прям все быстро сделать и отдыхать, пока еще у нас здесь тепло. И в Алане сейчас чуть теплее даже, чем в Анталии. Он по-быстрому просто собрал чемоданы, документы и прилетел. И он уже в тот прошлый вторник получил свидетельство о недвижимости. Он уже доволен. Небольшое тогда лирическое отступление. Если уж мы говорим о конкретном комплексе, ну, судя по фотографиям, он вроде туристического характера. То есть, ну, это вряд ли там живут, ну, там, сами турки или, тем более, живут круглогодично. Комплекс, да, туристического характера. Комплекс новый, то есть вот этого года постройки, 2020 года постройки. В принципе, на круглогодичное проживание тоже, если как бы хочется жить, то в нем можно проживать. То есть все условия есть, в квартирах есть, получается, газовое отопление, мебель, меблированные квартиры. То есть, в принципе, вся городская инфраструктура недалеко. Очень хорошее расположение. А вот как сейчас этот комплекс? Ну, этот и подобный ему функционирует, потому что все-таки такая курортная, ну, выглядит как курортная история. Курортного сезона все-таки уже нет, да, то есть такого, в хорошем смысле этого слова, да. Вот, то есть его не закрывают, он работает и так далее. Ну, то есть вот как сейчас, вы сказали, он функционирует, что с ним, то есть все условия те же самые. Насколько сейчас он занят, сколько там народу сейчас проживает? Или, ну, все-таки эта история такая больше временная, то есть как бы летом хорошо пожить, а зимой скучновато, ваши ощущения? Ну, смотрите, получается, заселенным наполовину, то есть квартиры проданы. Вы сказали, что турецкие и турки не живут там. Турки тоже покупают квартиры. Турки тоже любят в таких курортных, так скажем, городах и объектах, комплексах, в принципе, покупать квартиры. Приезжают они, может быть, не на весь год, но проживают тоже какое-то определенное количество времени. Наши, то есть вот, так скажем, покупатели в таких комплексах тоже живут круглогодично, если, например, с семьями, если у них есть какой-то, например, онлайн-заработок, то есть для них непринципиально находиться где-то, да, в Анталии, в Алании. В принципе, такая история, она имеет место быть. Окей. Хорошо, давайте с онлайн-сделками более-менее понятно. Если у кого-то есть вопросы, такие уже более частные, я традиционно приглашаю по завершении вебинара или прямо сейчас написать контакты компании Анталия Хоумс. Есть Анастасия, Оксане, задавайте вопросы, я думаю, они ответят, не откажут. Да. Давайте теперь несколько слов поговорим о биткоине. Я понимаю, что для большинства нашей аудитории биткоин – это такой термин весьма и весьма абстрактный, но все равно, раз определенный спрос на такую услугу есть, буквально несколько минут делим этому. В чем суть вообще покупки за биткоин и как вы с ней работаете, пожалуйста? Суть покупки за биткоин в том, что Анталия Хоумс выступает в качестве такого криптообменника, так скажем, то есть мы являемся брокером и мы обмениваем именно криптовалюту на реальные деньги. И за реальные деньги осуществляется, собственно, покупка недвижимости. В этом и есть суть. То есть, естественно, за биткоины, то есть застройщик биткоины не принимает. Застройщик все так же работает с старыми добрыми денежками. То есть, если в случае онлайн-сделки вы являетесь условно посредником, то в случае покупки за биткоин у человека есть биткоин, а ваша компания является как бы таким банком-офисом, который, получив эти деньги, передает их... Да, именно. То есть мы выступаем в качестве обменника. Мы именно конвертируем криптовалюту на реальные деньги. Как вот это происходит технически? И, опять же, курс биткоина, он чрезвычайно нестабилен. И здесь можно как выиграть, так и проиграть. Ну, хорошо, вот у меня сейчас, предположим, есть вот эта сумма именно в биткоинах. Что я должен сделать? Я должен позвонить вам и сказать, окей, меняем или что? Смотрите, как это происходит. То есть, естественно, в начале мы выбираем квартиру. То есть квартира выбрана, цена все-таки определена в евро или долларах, или турецких лирах, допустим. Следующий шаг. Мы встречаемся, назначаем время и с нашим клиентом, опять-таки, встречаемся либо в Google Meet, то есть это какая-то платформа, где мы можем переговариваться онлайн, общаться онлайн. Или будь то WhatsApp, в принципе, без разницы. Мы для клиента получаем самую выгодную, так скажем, цену нас за биткоин. То есть, допустим, говорим клиенту. Сейчас, допустим, такая-то цена. Допустим, сейчас 16 тысяч, где-то примерно 16 тысяч долларов стоит один биткоин. Говорим ему эту цену, соглашается ли он или нет. Он говорит, что да, я, допустим, согласен, меня это устраивает. Мы замораживаем эту цену на 15 минут. То есть на 15 минут эта цена фиксируется. И клиент за эти 15 минут выполняет перевод биткоинов со своего счета на наш. Я просто, простите, вот вопрос биткоина – это совершеннейшая серость. Я правильно понимаю, что 15 минут, вот за это время – это все, можно сделать это? Да. И, соответственно, мой договор по покупке недвижимости между мной и застройщиком, или между мной, допустим, и частным лицом, он тот же самый. То есть тут ничего не меняется. То есть вы в данном случае выступаете как услуга. Да, мы просто, да, вот как обменник выступаем. Я правильно понимаю, что такая история вообще интересна только чем у биткоина есть? Ну, на этом финансово ты ничего не выиграешь. Это просто, если есть, то можно поиграть вот так. Да, это как альтернатива. Одна из опций оплаты. Да, если у человека есть биткоины или там другая криптовалюта, и он с этим знаком, ему все это просто, да, он понимает вообще, о чем идет речь, это прекрасная альтернатива. То есть не нужно заморачиваться там с банковскими переводами, да, ему проще сделать это вот таким образом, да. Ага, и, ну, так просто вопрос, вот раз вы за это взяли, значит, есть определенный спрос. Все-таки у вас были такие сделки и был такой опыт? Есть, и сделки активно набирают оборот. Буквально сегодня мы разговаривали с нашим руководителем, просто вот чтобы узнать статистику. На самом деле где-то в неделю по одной сделке точно. Просто прикольно, прикольно. Я правильно понимаю, что для застройщика, вернее, для той стороны, по большому счету, он, ну, может, он и знает, что это сделка с биткоином, но для него никакой разницы нет. То есть просто он эти деньги получает от вас, а не от… Совершенно верно. Окей. И, ну, я так понимаю, что у вас тоже есть объект, который вы через биткоин продавали. Оксана, я правильно это понимаю? Так, значит, он тогда у нас должен быть в нашей презентации, и давайте его искать. Он… Сейчас где у нас? Вот он. Сложно потерять. Вот. И, соответственно, я думаю, что в чате тоже, ну, можно будет показать ссылку на него, но это уже что-то явно ближе к морю. В двух словах давайте об этом комплексе, что это такое, что у вас купили за биткоин. Данный объект находится в Анталии, в коне Алты, на первой линии, то есть это 100 метров от пляжа. Это единственный в своем роде такой проект, эксклюзивный, и по эксклюзивной цене, начальная цена на 2 плюс 1, 475 тысяч долларов. Сколько? Ну, смотрите, это один такой комплекс, то есть это роскошный комплекс с роскошными услугами. Каждая квартира имеет вид на море. Вот. В каждой квартире система «Умный дом». То есть это в концепции пятизвездочного отеля выстроен комплекс, то есть и при сдаче в аренду, здесь при сдаче в аренду квартиры 2 плюс 1 от 1200 долларов в 10 можно получать. Еще разочек. Вы сказали 400 с небольшим, да, или с большим? Тысяча евро. Сумма. Для Турции это сумма, ну так, даже для курорта это сумма приличная. Ну, помимо того, что 5 звезд, это что за такую сумму? Смотрите, во-первых, это качество постройки, это проверенный уже застройщик. У этого застройщика есть много хороших комплексов не только в Анталии, но и в других городах Турции. То есть, опять же, так скажем, это 100 метров от моря. Хотелось бы уделить внимание тому, что в Турции ценообразование идет от цены на землю. То есть, отталкиваемся... Да, еще раз скажу, что цена земли у моря дороже намного, чем она будет, например, я не знаю, в других каких-то районах. Не будем называть районы. Вот. Ну и это эксклюзив, так скажем. Я вам скажу так, что и на такие эксклюзивные проекты есть покупатели, то есть те, кто любят, так скажем, такой роскошный образ жизни, либо роскошный отдых. Смотрите, ну, давайте так. Все равно комплексы, ну, фотографии прекрасные, все здорово. В Турции, например, вот пятизвездочных гостиниц, их тоже много. И они тоже есть. Мы же понимаем, есть пятизвездные, а есть пятизвездные. Вот если мы говорим про этот комплекс, получается, что вот этот вот комплекс пять звезд, это не комплекс пять звезд, это комплекс пять звезд. Вот что отличает его, ну, хорошо, близость к морю понятна. Земля здесь очень дорогая, понятно. В самой территории. Смотрите, сама территория насыщена множеством услуг, то есть это, и, пожалуйста, и фитнесы, и джакузи, это рестораны, бары, только, может быть, торговых центров на территории нет. Там несколько бассейнов на территории комплекса. То есть, смотрите, вы заселяетесь в этот комплекс, у вас полностью этими услугами просто окружают да со всех сторон. Но, так скажем, что еще такой момент, что цены также на недвижимость в Турции значительно подросли. И на такие комплексы в том числе. То есть, вот, две причины. Ну, окей, слышишь? Хотелось бы, извините, перебиваю, забуду, хотелось бы отметить, что, кстати, покупателям данной недвижимости, явился Турок, который живет в Португалии. Это была онлайн-сделка за биткоины. Смотрите, а вот, ну, такой момент. Понятное дело, что покупая объект за такую сумму, ну, у тебя должны быть какие-то, ну, либо просто действительно обеспеченный человек хочет жить с таким, ну, шиком, да, либо у тебя есть некие резоны, в частности, ну, допустим, коммерческие. Вот, есть стереотип, что, если недвижимость очень дорогая, ликвидность ее может быть и высока, хотя это в каждом случае надо смотреть отдельно, но доходность у дорогой недвижимости не столь велика. В какой степени здесь, вот, вы сказали, назвали цифру, на что здесь можно рассчитывать? То есть, может ли этот объект восприниматься, ну, хоть в какой-то степени, как инвестиция, там, опять же, под задачу в аренду? Или все-таки, ну, варианты поскромнее, там, за 100, за 150, а может быть, еще меньше, в данном случае, может быть, будет более интересно? Рассматриваются и пользуются просто на самом деле. То есть, как я сказала, то есть, это 1200 долларов в месяц можно получать при сдаче квартиры в аренду. Люди, которые хотят, у нас очень много поступает таких заявок, которые хотят просто, вот, говорят, я хочу видеть балкона море, я не хочу вторую линию, я хочу первую, вот я просыпаюсь, и я хочу видеть море, как оно прескается передо мной, я не знаю, солнце, я хочу видеть закат, я хочу восход, видеть рассвет и так далее. То есть, есть такие люди, которые, вот, им конкретно нужно, им говоришь, какая цена, и он даже не сильно удивлен. То есть, смотрите, особенно в Анталии очень много у нас комплексов, много квартир, которые, на второй, на третьей линии, на четвертой линии, а на первой линии, это, в основном, эксклюзивные объекты. Ну, да, понятное дело, что первую линию в Турции традиционно оккупируют гостиницы, и, в общем, там жилых комплексов-то строят. Особенно в Анталии. Да, в первую очередь. Окей, ну, сорвали вы меня с языка, я вот, например, из своего окна вижу сейчас, у нас листва уже в Петербурге вся облетела, поэтому я вижу просто дома, ну, я тоже свой город люблю, но от моря бы какое-то время не отказался. Хорошо, у нас вот сейчас пошли запросы, как раз один из наших зрителей спросил по поводу недвижимости в Стамбуле, и давайте тогда перейдем к следующей части, к второй части нашего вебинара, когда мы поговорим о разных направлениях. Собственно, традиционно чаще всего мы говорим об Анталии, об Алании, но сейчас мы этот порядок несколько изменим, и начнем как раз со Стамбула. Анастасия, вот какие тенденции вообще сейчас характерны для рынка недвижимости Турции, это такое с более общего вопроса, и как они отражаются на Стамбуле, потому что мы очень много чего слышим именно экономического про Турцию, что там лира падает, потом были какие-то изменения, связанные с внутренним спросом, вроде как границы открыты, вот как это все сказывается на Стамбуле, о чем ли, что сейчас происходит в крупнейшем городе Стамбул? В Стамбуле, хотя сказать, в Багдаде все спокойно, в Стамбуле все как обычно, естественно, спрос на недвижимость растет, цены, соответственно, тоже растут. По данным статистики, за последние пять лет рост цен на недвижимость национальной валюте ставил 95%, и это реалии, с которыми приходится сталкиваться и в основном в таком крупном городе, как Стамбул. Если мы говорим про средние цены на квартиры с одной спальней, то это где-то примерно 80 тысяч долларов, то есть вот такие цены. Когда мы говорим о той недвижимости, которую вы предлагаете в Стамбуле, и вообще вот то, что мы сегодня услышали, в основном все-таки это новостройки, я правильно понимаю? Да, это новострой. Почему? Почему вы решили средоточиться на них? Вы считаете это более выгодным, более массовый спрос? То есть в чем здесь бизнес-идея, и в чем здесь, ну, может быть, там некий запрос покупателей? Да, почему именно новострой? Потому что с новостройом проще работать, во-первых. Во-вторых, именно у нового жилья есть возможность, так скажем, получить, купить жилье в рассрочку и в долгосрочную, допустим. Да, очень многие покупатели хотели бы приобрести недвижимость в рассрочку. Это очень немаловажный факт. Хорошо. Тогда следующий вопрос у меня по конкретно Стамбулу. Насколько я понимаю, вы, собственно, вначале это сказали, у вас в Стамбуле два офиса. И, как я понимаю, Стамбул, ну, все города, это города контрастов, но к Стамбулу это относится в большей степени, потому что в Стамбуле есть европейская часть, есть азиатская часть, есть районы, где, ну, собственно, я сам, именно как турист был в Стамбуле, очень мило походить, побродить, но представить себе, что я захочу в этом районе что-то купить, да застрелиться. Никогда в жизни, да. А, например, когда едешь от аэропорта, ну, по крайней мере, так было пять лет назад, когда я в Стамбуле был, там новостройки, 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 новостройки. О каких районах сейчас идет речь? Какие тенденции внутри города сейчас, может быть, наиболее явные именно для Стамбула? Смотрите, начну с того, что мы начали с одного офиса в Стамбуле на европейской части, и потом было принято решение, что все-таки нужно открыть офис в Азиатской, это была такая вынужденная мера, потому что в Азиатской части активно начали ввести застройку, и чтобы агенту, допустим, добраться из европейской в Азиатскую часть, нужно потратить, потратить чуть ли не полдня, поэтому офис в Азиатской части, это такая необходимость, так скажем, в нынешних реалиях стамбульских. Что касается районов, то районы, естественно, в Стамбуле великое множество районов, и все их сейчас перечислять не буду, нет смысла. Что касается тех районов, которые мы продаем, тут их, так можно, скажем, можно их структурировать по бюджету, по стоимости, и начать можно с двух районов, это Велик-Дюзю, Бьюк-Чек-Мете. Это самые, не самые, так скажем, но те районы, которые порадуют ценами, то есть в среднем здесь где-то стоимость одной квартиры с одной спальней где-то начинается от 60 тысяч долларов. В новостройке? Да, в новостройке. Что хочу сказать про эти два района, Бьюк-Дюзю и Бьюк-Чек-Мете, это спальные районы, то есть это не центральные районы, они не достаточно удалены от центра, но прекрасно подходят для жизни. Ну, смотрите, опять же, центральные там туристические районы, главные площади или там районы Аль-Софии, там же нет, там инвостроек, наверное, нет, то есть там едва ли что-то нужно взять, то есть мы... Конечно, то есть есть еще альтернативные варианты, то есть есть еще и средний сегмент, да, это те районы, которые мы предлагаем, и которые хотелось бы выделить, это Бахчишихир, Азиатинбурду, Искудар на азиатской стороне, является одним из центральных районов Азии, азиатской стороны, то есть это те районы, которые на данный момент пользуются спросом у тех людей, которые хотели бы быть недалеко от центра, но не хотели бы быть, скажем, среди толп народу, да, и толкаться там где-то вот, хотели бы как-то вот более какого-то уединения. Смотрите, а портрет покупателя, и особенно портрет, ну, говорящего по-русски, покупателя в Стамбуле, это кто? Это люди, они приезжают, они хотят, ну, просто бизнес свой открывают, или они хотят, там, переехать, в какой степени? Вы знаете? Или особой разницы нет, здесь покупают или нет? Можно сказать, что основная часть людей, которые покупают недвижимость в Стамбуле, они хотели бы жить постоянно, то есть это все-таки постоянное проживание, да, то есть возможность учить потом детей, или возможность какая-то трудоустройство, или возможность жить где-то рядом все-таки в морском городе, да, но все-таки в мегаполисе. Хорошо, но давайте тогда поговорим о двух конкретных примерах, и, соответственно, пример номер один. Оксана, вам слово. Данный объект расположен в Стамбуле на европейской стороне, идеален для инвестирования, можно так сказать, то есть на эти квартиры в Стамбуле с концепцией пятизвездочного отеля действует сейчас акция, это гарантия дохода минимум 35% от обратного выкупа через три года, то есть это возможность получить прибыль, гарантированную прибыль от перепродажи квартир в будущем. И, простите, еще разочек, давайте так, этот проект сейчас достроен или нет? Этот проект еще не достроен, он будет готов в 2023 году. То есть я покупаю его сейчас по какой-то фиксированной цене, и через три года застройщик гарантирует, что он выкупит у меня его? Если вы захотите, нужно будет заключить изначальный договор, данный договор с застройщиком, после этого, после трех лет, по истечению трех лет, вы можете продать с 35% прибылью. Но в лирах? Да. 35% в лирах. Кстати, вот скажите, когда говорят, например, об Анталии, об Алании, вот, ну, такой есть стереотип с одной стороны составной покупателя, что вроде как, если в стране есть определенные экономические трудности, а в Турции они есть, собственно, этого, странно было бы это скрывать. И все, естественно, ждут, ну, если экономические трудности, то логично, чтобы были некие там скидки и так далее. Тем более, если девальвируется национальная валюта, потому что часть себестоимости строительства, она по-любому в этой валюте номинируется. На прошлой неделе я сейчас специально посмотрел, турецкая лира оказалась рекордсменом, она выросла обратно на плюс 12%. Но это прибрежная история, где покупателей иностранных много, а Стамбул все-таки город, ну, в значительной степени ориентирован, и недвижимость его ориентирована на местных жителей. Вот, что здесь происходит, и как вот эти скачки в лирах сказываются на ценах подобного рода объектах, тем более, что, как я понимаю, ну, это объекты, о которых мы сейчас говорим, они ориентированы не только на иностранцев. Не только. Что хотелось бы отметить, смотрела статистику, и с начала пандемии, да, если мы берем начало март, да, то и на сегодняшний день цены на недвижимость в Стамбуле в среднем выросли, то есть, естественно, в зависимости от района, где-то от 7 до 10%, то есть они растут. В какой валюте вы говорите? В национальной валюте они растут, да, мы говорим про национальную валюту. То есть даже несмотря на то, что, естественно, существует нестабильность, естественно, с экономикой очевидны проблемы, да, и все равно цены на недвижимость растут. Вот вопрос пошел от нашего зрителя. Я понимаю, что ваш коллега Оксана, она тоже ответит, но все-таки Оксана и вас попрошу ответить. Если продать вот эту недвижимость меньше, чем через 3 года, то есть вот, ну, условно говоря, я купил, вы сказали, через 3 года плюс 35% в лирах, а если через год-два, то я в таком случае теряюсь. Можете сказать? как эта история работает? Оксана или Анастасия, кому здесь вопрос? Вопрос понятен, да? Да-да-да, понятен. Вопрос понятен. Если вы продадите, допустим, через год-два, естественно, застройщик у вас вам ничего не гарантирует, то есть именно тут именно оговорочка такая, что через 3 года, через 3 года плюс 35%. Если вы продаете, естественно, можете продать ее вашу квартиру, допустим, через год или через два, кому угодно, то есть тут уже ваше желание. Вопрос в том, что есть такая ситуация в Турции, что если вы продаете свою недвижимость через год владения, то вы должны будете уплачивать налог на продажу недвижимости. Анастасия тоже уже подключилась, начала отвечать на этот вопрос с Натальей, они тогда ее сейчас обсудят. Скажите, пожалуйста, вот опять же, ну, пока это не фотографии, как я понимаю, если комплекс не построен, это рендеры, соответственно, и есть вот такой проект. И тут написано инфраструктуру пятизвездочного отеля, все очень супер, все очень супер. цены в сколько, в пять, в шесть раз дешевле, чем вот на том объекте, который мы смотрели до этого. Все-таки меня не дает покоя, потому что я всегда, когда вижу там большую цифру, думаю, ну что же это такое, у меня сразу возникает вопрос, как там это все работает. Вот, значит, какой у нас был объект, вот он был, вот, значит, вот здесь цена, вот мы видим эти фотографии, 450, да, вот здесь цена, ну, от 7-10, один момент я понимаю, как я понимаю, 72 тысячи, это студия, скорее всего, ну, есть какой-то небольшой размер. Один плюс один, одна спальня, а площадь какая примерно? Ну, где-то около 60 точно квадратных. Ну, то есть тысячи долларов с небольших за квадрат. Там цены, даже если в пересчете на квадратный метр, они выше, ну, я думаю, раза в два минимум. Все-таки, ваши ощущения, вот объясните, что вот это, что это за район, что здесь в окрестностях, потому что рендеры рендерами, а как это все выглядит? Район Юйкчук-Медже, развитый район, то есть вообще в Стамбуле каждый район по-своему хорош. То есть в каждом районе хорошая транспортная инфраструктура, включая этот, то есть социальные объекты, объекты, то есть больницы, торговые центры, школы, университеты, детские сады, все в шаговой доступности, включая и этот район тоже. То есть удобно для постоянного, конечно же, удобно для постоянного жительства в данном районе. То есть у нас зачастую в Стамбул, как Анастасия уже сказала, с такими заявками поступают на постоянное место жительства, сразу же спрашивают для своих детей, детский сад, для старшего ребенка школу и университет. То есть чем хороши данные объекты, застройщики выбирают так местоположение, чтобы это все было близко, либо в шаговой доступности, либо транспортная инфраструктура рядом. То есть мы знаем, что в Стамбуле это и метро, и метробусы, и автобусы, и получается по морю ходят эти транспортные. А скажите, вы сказали, детский сад и так далее, вся эта инфраструктура в данном примере, она в самом комплексе или еще надо куда-то идти будет? Потому что, опять же, рендер, рендер такая история, он не до конца показывает, о чем идет речь. Здесь на территории этого комплекса, то есть есть и торговые центры, кафе, рестораны, даже есть кинотеатр. Ну, кинотеатр, уж не знаю, по себе, кинотеатр уж как-нибудь переживут, тем не менее. Окей. Хорошо, давайте посмотрим фотографии, предложение ваше в Стамбуле, которое есть сейчас. Можно, пока мы смотрим, я хотела бы немножко все-таки добавить к предложению вопроса, почему уж такая цена в Антарии, и почему такая цена в Стамбуле. Все-таки этот комплекс находится в районе Бьючек-Мече, это, опять-таки, спальный район, нужно оговориться, и, конечно же, он активно развивается и застраивается. До пляжа 8 километров, то есть это не курортный вариант. Если говорить про Анталию, то тот вариант, который мы рассматривали, это первая линия, это Кониалты, и здесь, к сожалению, альтернативы этому проекту или, к счастью, для нас нет. То есть это единственный в своем роде, так скажем. Окей, хорошо. Давайте смотреть тогда следующий пример. Здесь, с одной стороны, цены выше, но и тоже вид на море, и тоже вид на озеро. В двух словах об этом проекте, что это такое? Да, данный объект снова расположен в Бьючек-Мече. Значит, как видите, цены от 120 тысяч долларов США. Это на квартиры 1 плюс 1. То есть начальная цена такова. Готовый уже объект. Год постройки 2020. То есть, опять же, рядом вся социальная инфраструктура, и в то же время есть вид на море, на озеро. В доме есть газ, обязательно чистовая отделка, то есть кухонный гарнитур, как правило. На территории снова же у нас есть бассейны, тренажерные залы. То есть здесь не такая большая развитая инфраструктура внутри, но есть вид на море. Вот вы сказали, несколько слов давайте об этом скажем. Несколько проектов у нас идет. Кстати, сразу вопрос, если у Дмитрия этот вопрос касался этого комплекса, до ближайшего международного... А, нет, это про Аланью. Вопрос про Аланью поговорим чуть позже. Это даже, я знаю, 130 километров, или сколько? А, нет, до ближайшего международного меньше. Это до Анталийского 130, а до второго аэропорта там уже поменьше. Если мы говорим про Гази-Пашу, который на Балайне, то там меньше, конечно. А вот сейчас лида Гази-Пашу, кстати, из России? Я просто даже не знаю. Сейчас вообще он функционирует, и я не имею в виду в этом году, в начале года, вот сейчас. Да. Вот тот клиент, про которого мы говорили, который купил через Teleproperty, он буквально на той неделе в понедельник приехал. Ясно, потому что все равно ни разу. Ну, не знаю, может быть, это дело в том, что нам из Питера туда практически никто и не летал, по крайней мере, в прошлом году, когда я в Круции крайний раз был. Поэтому трудно мне сказать, насколько он активен был. Сейчас уже повеселее, да? Окей. Ну, давайте тогда несколько слов вот-вот про что. Тем более, что такие вопросы были. Вот мы говорим сейчас о новых комплексах. Как правило, что входит в стоимость? То есть как решается вопрос кухня, чистовая отделка? Да, вот что есть, чего нет, как правило. Может быть, наиболее популярный случай? Ну, как правило, да, как вы сказали, кухонная техника, кухонный гарнитур, очень чистовая отделка. Бывает такое, что и кондиционеры уже тоже встроенные есть, и с мебелью продаются. Например, вот ту квартиру, которая уже продана, в Алане опять же, там она даже была меблированная. В Стамбуле такие тоже бывают случаи, но это уже не так часто. То есть, как правило, стандарт кухонный гарнитур, кухонная техника, чистовая отделка, ну и кондиционеры бывают тоже. Окей. Ну, раз уж мы заговорили о Стамбуле и поговорили, в общем, о разных ценах, но именно говоря вот о Стамбуле, вот вы, Анастасия, сами сказали про, ну, то, что чаще в Стамбуле все-таки покупают уже с целью жить постоянно. И давайте буквально здесь пару слов скажем о истории с гражданством и с ВНЖ. Просто напомним эти схемы. Ну, с ВНЖ все понятно, стоимость недвижимости может быть любой. Буквально несколько слов о том, насколько в Стамбуле активно покупают именно под гражданство проекты. И как в этом случае решается вопрос, с кадастровой ценой, потому что, ну, вот, как я понимаю, это, пожалуй, главная запятая, главный такой момент, на который надо обращать внимание. Не все объекты, стоящие дороже 250 тысяч долларов, подходят под программу. Несколько слов об этом, пожалуйста. Да, ситуация в Стамбуле немного отличается от ситуации на побережье. Естественно, на побережье данный вопрос с кадастровой стоимости стоит острее, чем, допустим, в Стамбуле. В Стамбуле все-таки основная масса застройщиков показывают реальную стоимость. То есть вы приобрели за 270 тысяч долларов, за 270 тысяч долларов кадастровая цена в ТАПУ у вас отразилась. В Стамбуле ситуация проще, чем на Анталийском побережье. Ну, я думаю, что много про гражданство мы рассказывать не будем. Это как бы не основная тема нашего сегодняшнего вебинара. Но просто, как я понимаю, вы комплекс услуг сопровождения так или иначе оказываете. Контакты есть, если кого-то интересуют именно объекты под гражданство и вообще вся процедура получения гражданства, компания «Анталия Холмс», пожалуйста, к вашим услугам. Ну, и давайте тогда уже из Стамбула перенесемся в другие места, о которых хотелось бы рассказать. Вот, собственно, вроде я так немножко в зарубежной недвижимости ориентируюсь, да и в Турции много раз бывал, но даже для меня название следующего населенного пункта, о котором, хотелось бы рассказать, мои собеседницы, стало сюрпризом. Итак, этот населенный пункт называется... Сейчас тут... Ялово. Кадр наш. Ялово. Итак, недвижимость в городке или в городе, или в пригороде Стамбула – Ялово. Да, что касается Яловы, Ялово, она достаточно популярна среди стамбульцев, да, и непопулярна среди иностранцев, и только последние вот несколько лет она, скажем, переживает бум строительный, и активно иностранцы обратили свой взор именно на Ялово. Население города составляет примерно где-то 70 тысяч человек. От Стамбула, Ялова, до Ялова можно добраться за час на водном автобусе, что является, естественно, одним из главных козырей, скажем, этого города. Это, на что вообще в Ялове стоит обратить внимание, это то, что в Ялове недалеко от города есть термальные источники. И еще, чем получается Ялова, это тем, что она имеет выход к пляжам. То есть это все-таки к морю, и это все-таки еще и пляжный туризм. Это Мраморное море. Да, это Мраморное море, и как раз следующий объект, который, про который нам Оксана расскажет, он будет в районе Джинарджик как раз-таки. Перед тем, как Оксане слово передам, все-таки пару слов. Вот, ну, пригороды, они все бывают очень разные. Как давно он начал развиваться? Ну, там 70 тысяч населения, там большая территория, небольшая территория. Кто там в основном живет? Дальше, люди, которые там живут, они там же и работают? Или эта история все-таки именно пригорода Турц, Стамбула, и люди работают в Стамбуле, а приезжают в Ялову? Ну, просто как такой очень удаленный спальный район. Во-первых, Ялова больше рассматривается как такой загородный вариант. То есть люди, которые, допустим, проживают в Стамбуле постоянно, они на лето приезжают в Ялова и проводят там летние каникулы. То есть это, в принципе, достаточно близко к Стамбулу и уже не Стамбул, уже совсем другая, тихая, спокойная история с морем. Что касается населения, естественно, преобладает турецкое население, и только последние несколько лет иностранцы заинтересовались. Цены. Это, скажем так, бюджетный пригород. Я не прошу конкретный объект, просто диапазон. Вот если мы говорим о новостройках, если мы говорим о вторичке, это там от 20, от 30, от 50, от 70. Не берем, но уж совсем такие бросовые объекты, которые просто и врагу не пожелаешь. Мы будем говорить все-таки о новострое, потому что основная часть наших объектов Ялова – это новострой. В данном случае цены варьируются где-то от 25-30 тысяч долларов и выше. Это объекты все-таки в шаговой доступности с морем. Надо это учитывать. То есть это буквально 5 минут до проживания. Ага, хорошо. Давайте тогда перейдем, Оксана, к конкретному объекту. Сразу, чтобы было понятно, он построен или не построен? Да, данный комплекс построен, новый. Значит, находится у Ялова, рядом со Стамбулом. 50 метров от моря комплекс расположен. То есть в комплексе большой выбор квартир от различных планировок на любой кошелек-скурс. Стартовая цена здесь 29 тысяч 450 долларов. Это студия или 1 плюс 1? Да, 1 плюс 1. А вот, собственно, все объекты, которые вы показывали, там ни в одном из них студий что ли не было? Или это я просто как-то упустил? Были студии, в Алании есть студии, вот тот самый первый. А, самый первый в нем есть. Скажите еще, чтобы я тогда тоже понимал, тут, как я понимаю, один кадр, тот, что в красном прыжке обведен, он показывает о том, что территория не... То есть это курорт или не курорт, или просто рядом с морем, но пока вот курортной инфраструктуры там пока еще нет? Ну, смотрите, как сказала Анастасия, что Елова, она до сих пор строится, то есть до сих пор еще как бы такие территории, что вот есть комплекс, может быть, где-то немножко кустырь, где-то немножечко стройка, где-то море. То есть вот... Это примерно Кестель 5 лет назад. Кестель 5 лет назад? Ну, хорошо, да. Для тех, кто знает Аланию... Хорошо. Ну, видите, Кестель, он же между Мотларом, Тасмуром, там же такое... Это такие знакомые, близкие сердца. Хорошо, хорошо. Ну, давайте тогда эту историю мы... Ну, тогда поставим запятую. Единственный вопрос еще по Елове, все-таки, человек, который... Ну, допустим, не говорит по-турецки, или плохо, скажем, говорит по-турецки. Зачем ему приобретать в Елове? Это что? Это жить там надо? Или все-таки есть какие-то арендные перспективы? Или арендные перспективы в более знакомых районах, в той же Алании или Анталии, они будут все-таки получше, чем здесь? Просто все-таки Кестель, он же район, как вы его сравнили, Елову с Кестелем, Кестель все-таки во всей Алании, он относительно престижный. Там нет на высотах, да? Там же такая история, именно в этом районе. А здесь как? Здесь, если мы говорим про арендный потенциал, то, естественно, на данный момент, я не могу сказать, что данный вид недвижимости подойдет, скажем, для сдачи в аренду, и он будет пользоваться спросом на данный момент, да? Пока все-таки город активно застраивается. Вот. Что касается, кто... Для чего, да, все-таки приобретать недвижимость в Елове, один из главных вопросов, то есть движущих факторов для приобретения недвижимости в Елове, это все-таки близость к Стамбулу. Ну, то есть вот этот час на пароме, ну, кому-то, конечно, сам факт поездки на пароме может понравиться, но я думаю, что если каждый день ездить, уже через некоторое время не будешь обращать внимание. Каждый день. Ясно. Хорошо. Ну, то есть, как бы, позиционирование в двух словах такое. Развивающийся относительно молодой район с понятными плюсами в виде цены локальной, с понятными минусами, вроде такой, он пока не настолько обжитой, как даже пригород Стамбула совсем уже находящийся в черте города. Окей. Ну, а теперь вопрос, который я хотел задать нашим зрителям. Те, кто знают, может быстро написать в комментариях, кто успеет. Значит, назовите мне четвертый по величине город в Турции. Значит, если я правильно понимаю, первый у нас, ну, понятно, Стамбул. Анкара потом. Анкара. Измир. Измир. Верно. Измир. Ну, и, соответственно, вот какой четвертый? Кто знает. Через, знаете, буквально 5 секунд мы поддержим паузу, сохраним интригу, а сейчас мы в этот город перенесемся. Значит, в двух словах, не называя название этого города. Сложно. Нет, не Анталия. Где он находится? На другом, на другом море вообще. Он находится тоже на Мраморном море, если я правильно понимаю. Северо-запад Турции, да. Можно подсказку? Вам подсказку, вы же знаете. А или вы? Я зрителям могу подсказать. Да, В этом городе расположен один из самых знаменитых горнолыжных курортов Турции, называется он Улуда. Улуда. Вы подсказали. Я думаю, сейчас прямо... Нет, не Анталия, не Бодрум. Ну ладно, давайте, все. Вот люди посыпались уже, правильный ответ. Посыпались, посыпались. Вот, вот, уважаемые зрители, спасибо вам огромное. Правильный ответ. Город Бурса. Вот он на карте, где находится. Пожалуйста, рассказывайте, Анастасия, несколько слов об этом городе, что это такое, в чем его уникальность. Как мы уже, собственно, определили, что Бурса четвертый по величине в Турции город. У Турции, Бурса, это еще и одноименная провинция, у которой есть также выход к мраморному морю. Турция, что с... Почему все время путаем Турцию в Бурсы? Бурса, это такое, так скажем, исторический и культурный город Турции, да, то есть население где-то 1,8, где-то 1,9, стремится к 2 миллионам человек. Да, что можно сказать о самом городе? То есть, естественно, в этом городе развита промышленность, четыре, одни из самых крупных университетов Турции находятся в Бурсе, в сравнении в Анталии всего один университет, Агденис, в Бурсе их четыре. Угу. Ну, то есть, Бурса, ну, если там, условно говоря, считать, что Алания, например, это на 90% туристический город, на 10% именно вот, город для местных жителей, там, Стамбул, условно говоря, там, 25 к 75, то Бурса, это как? есть там какая-то, то есть, туристическая инфраструктура там есть, но насколько она, ну, такая, якорная, насколько она является главным магнитом в этом регионе? Является, но не самым главным, все-таки основным фактором является то, что Бурса, это полноценный город, то есть, это не Алания, да, если мы сравниваем все-таки с Аланией, даже не Анталия, то есть, да, там есть и фабрики, и заводы, есть промышленность, поэтому, как бы, естественно, основным фактором в данном случае является именно наличие рабочих мест, наличие, то есть, образовательных учреждений, люди, которые приобретают недвижимость в Бурсе, они все-таки хотели бы жить, работать и обучаться. Кто покупает и зачем покупает в Бурсе, если мы говорим о, ну, русскоязычном покупателе? Это, естественно, все-таки, опять-таки, история с морем, да, то есть, так как Бурса все-таки имеет выход к Мраморному морю, это варианты рядом с морем, и это варианты для того, чтобы обучать своих детей именно в университете, делая на этом акцент, потому что, на самом деле, очень много было запросов. То есть, вот, если мы рассматриваем вариант переезда, то, может быть, имеет смысл говорить не только о, ну, понятном Стамбуле, наверное, чуть менее понятный просто потому, что меньшего размера Анкаре, но, например, Бурса, потому что под 2 миллиона населения, то есть, это реальный город с четырьмя университетами. И в данном случае, почему бы и нет? Давайте теперь несколько слов о ценах на недвижимость. Опять же, диапазон, только что вы называли Елову, с ее, ну, понятными, предсказуемыми, невысокими ценами, ну, от входа, что называется, да? Если мы здесь говорим, что такое в Елове? По чем можно купить? Ну, опять же, диапазонники. Если говорить про Бурсу, то, если опять-таки говорить про прибрежные районы, то там цены, конечно же, будут выше, чем в Елове, потому что это все-таки немножко другой статус у города. Ну, в среднем, где-то цены начинаются от, так скажем, от 35-40 тысяч, 50 тысяч и выше. Ну, окей, и тогда вам слово. Давайте рассмотрим конкретный проект. Ну, кстати, знаете, опять же, сейчас фотографии смотрю, вот фотографии здесь, вот кажется, что прямо курортная недвижимость, ну, потому что и холмы какие-то живописные, и там внизу действительно море. Рассказывайте. Значит, данный объект расположен в городе Мудане в Бурсе, то есть это уже готовый проект. Цены, начальные цены на здесь, в этом проекте у нас остались квартиры 2 плюс 1, получается от 83 тысяч долларов. И это 110 квадратных метров большие квартиры, уже упакованные с кухонным гарнитуром, как всегда, с такой отделкой. 750 долларов за квадрат, примерно, ну, там плюс-минус 750-800. С видом на море, с видом на лес. Не так близко будет море, будет где-то километр, наверное, от моря полтора, но, в принципе, все равно прекрасно открывается вид на море. Квартиры в данном комплексе построены из высококачественных материалов, сейсмоустойчивые, стройматериалы, которые соответствуют всем необходимым нормам строительства. Комплекс уже житой, то есть аренда, возможно, то есть при покупке дальнейшая аренда, аренда в месяц будет где-то 200-300 долларов. Вы сказали полтора километра до моря, до моря или до пляжа? Вот там пляж, это, ну, условно говоря, пляжи. А, то есть вот в Бурсе на побережье самом пляжи есть, и это именно такая пляжная зона некая есть. Да, пляжи есть. Да, пляжи есть. Угу, угу, ну, вот перспективы арендной подобного рода недвижимости. Все-таки мы говорим сейчас уже в университетском городе. Угу, угу. Перспективы, то есть хорошие в плане, что есть университеты, есть рабочие места, то есть люди приезжают не просто для того, чтобы отдохнуть, позагорать, понаслаждаться солнышком и морем, то есть снимают квартиры студенты, снимают квартиры, которые, люди, которые приезжают на работу, ну, то есть, например, точно так же, как и в других городах и странах, турки мигрируют из одного города в другой, переезжают в более уже развитые города, в более крупные мегаполисы, то есть Бурса является четвертым городом в Турции, поэтому перспективы хорошие. Хочу тогда уточнить, все-таки, Анастасия, наверное, к вам вопрос. Вот Оксана сказала про то, что турки переезжают довольно активно. Начиная с июня 2020 года спрос со стороны граждан Турции на недвижимость резко вырос из-за низких процентов ставок. Насколько сейчас и в каких регионах вот эта конкуренция со стороны турецких покупателей сказывается и вообще насколько сейчас рынок живой, опять же, с учетом запросов местного населения? Вот так, как обычно, как всегда, это все-таки прибрежная зона, потому что турки тоже хотят приобрести какую-то недвижимость, да, и потом ее впоследствии сдавать. Если не жить самостоятельно, то, естественно, сдавать. А где, как правило, инвестиционный потенциал растет и велик, да, это, как правило, прибрежная зона, поэтому, естественно, Анталия, Алания и все побережье. Окей. Ну, и тогда давайте уже в завершении перейдем к самому известному, к самому понятному нам региону. Собственно, мы про него даже много говорить-то ничего особенного не стоит, просто несколько слов о том, может быть, с одной стороны подводя итог, а с другой стороны показывая какие-то конкретные объекты. Вот сейчас, оборачиваясь на 4-5 месяцев последнего, что все-таки произошло в самых популярных наших, может быть, в наших, да, российских покупателей регионов в Анталии, в Алании, Кемер, Белек и так далее. Смотрим. Что касается вот этой вот ситуации, да, когда все началось в марте, мы вообще слабо себе представляли, как это будет выглядеть, мы вообще не знали, как это будет работать, будем ли мы что-то продавать или будет ли вообще какой-то спрос на недвижимость, потому что все-таки недвижимость это тот продукт, без которого можно обойтись, да, и люди без него спокойно живут. Спокойно на плохо, да. Спокойно на плохо, да, и мы не знали, как, собственно, дела будут в будущем, даже в ближайшие там несколько месяцев, и, как практика показала, спрос, он сохранился, и люди, даже не имея возможности прилетать, все равно имели возможность покупать. И, естественно, спрос сохранился на курортную недвижимость, естественно, люди продолжали приобретать недвижимость в Алании, в Анталии, мы предлагаем также варианты в Белеке, в Кемере и в городе Каш, может быть, не такой популярный среди нашего русскоговорящего населения, но европейцы очень активно покупают недвижимость в этом городе. Скажите, ваше ощущение, если брать цены не в лирах и сравнивать цены там апрельские, майские, августовские, сейчас ноябрьские, что-то изменилось, стало больше предложений, стало меньше, стало дороже, стало дешевле, особенно если мы говорим про новостройки, коль уж мы про них сегодня говорим больше всего. Естественно, так как цены в лирах растут, то есть они неизменно растут, они растут вопреки всему, то, соответственно, и цены в долларах и в евро в валюте, они тоже изменяются, соответственно. То есть застройки... Лира же очень вскакала, то есть не получается ли так, что в лирах-то они растут, а в долларах, евро, в общем, все-таки немножко снижаются? Вы знаете, тут ситуация такая, допустим, когда клиент у нас спрашивает, допустим, там лира очень сильно упала, да, и вот он спрашивает, а мне вот стоит сейчас покупать недвижимость или подождать еще упадет? То мы говорим, конечно, самый лучший момент для покупки недвижимости это вот когда она упала, приезжать покупать. Почему? Потому что все может измениться, как мы уже видели, за неделю все поменялось, цены поменялись, или застройщики просто отойдут от этого шока и начнут цены в лирах опять-таки подтягивать. Поэтому. Ну, смотрите, то есть вот тут, давайте так, имеет ли смысл вообще каким-то образом отслеживать, играть на возможных изменениях курса лиры? Потому что все-таки те цены, которые доходят до нас, ну и даже те цены, о которых вы сегодня говорили, они не в лирах, это доллары и евро, а тут вот такая история, что вроде как что-то на внутреннем румке происходит. Вот в какой степени надо обращать внимание и на что нужно тогда обращать внимание потенциальным покупателям? Ну, вот, если я смотрю, скажу, лира упала там еще там на 8% за неделю. Ну и что? Это значит что? Значит, будет дешевле? Да, естественно, это значит, что да, сейчас прекрасно возможно для того, чтобы купить недвижимость. Ну, и, естественно, нужно доверять своему агенту по недвижимости. Как только агент вам даст отмашку, сразу же покупать. Нет, ну, это как раз классическая история, часто обсуждаем это и с нашими зрителями, и с моими коллегами. Если кто-то считает, что там все, все агенты обманщики, тогда вы ничего и не купите. А как? Ну, это же история очень... Доверие, конечно же, очень важно. Очень важно. Ну, Оксана, теперь слово вам, потому что из всего многообразия объектов Каши, Кемери, Анталии, Беликой, Алании, мы выбрали вот этот. Пожалуйста, рассказывайте, что это такое? Данный жилой комплекс построен очень хорошим застройщиком. В Белике у нас много проектов данного застройщика. Квартиры миглированные, тоже построены с использованием первоклассных материалов. Начальная цена на квартиры на квартиры 1 плюс 1 это 71 тысяча 200 долларов. Рассрочки уже не предоставляется, потому что комплекс готовый. В комплексе 4 бассейна. И хочу отметить, что есть центральное отопление в квартирах. Значит, комплекс заселен уже. Оксана? Простите, со звуком все нормально? Все слышно? Анастасия, вы слышали звук? Оксана, слышите меня? Видите, конечно, плохо, что... Оксана, мы вас ненадолго потеряли. Мы про комплекс услышали. Последние 2-3 предложения, давайте повторите. Хорошо. Значит, квартиры миглированные все, построены с хорошими материалами, потому что застройщик использует высококачественный материал. Цена, значит, на квартиры 1 плюс 1 это 71 тысяча 200 долларов, в комплексе 4 бассейна и центральное отопление. это хороший плюс, потому что на самом деле Анатолийское побережье анагазифицировано, но еще не в такой степени, что прям все. То есть, если в Стамбуле, я упомянусь, вот те оба комплекса, которые мы уже рассматривали, они оба анагазифицированы. То есть, газовое отопление присутствует, центральное отопление. Дух тоже в этом комплексе есть. При сдаче в аренду 250-350 долларов в месяц. Ну и комплекс в целом почти больше, чем наполовину. Скажите, вот вы подряд говорили такую фразу, что комплекс уже достроен, поэтому рассрочки нет. То есть, если комплексы достроены, это означает, что единственная возможность это или работать с ипотекой. С застройщиками нельзя договориться на разбивку платежа на год, на полтора или теоретически можно. Почему? Просто вы говорите, что через запятую именно так сказали. Хотелось уточнить. Хорошо. Смотрите, получается, как правило, те объекты, которые на стадии строительства, рассрочка на них распространяется. Хорошая рассрочка. Те проекты, которые подходят уже к завершающей стадии, на них тоже еще можно застройку, извиняюсь, рассрочку рассмотреть. Но те, которые уже закончены, это только уже по договоренности с застройщиком. То есть то, о чем вы начинали разговор, беседу в самом начале, как вы договариваетесь о торгах, о дисконте, то есть о скидках и так далее, так же здесь. То есть если с застройщиком уже какая-то есть такая долгосрочная связь, то есть мы в кооперации хорошей с застройщиком, можно договариваться, но это 6 месяцев, может быть, максимум 9. Это вообще очень хорошо постараться нужно. То есть не больше. Был вопрос о ипотечной возможности, какие-то сейчас есть в Турции для иностранцев. То можете предложить, какие сейчас примерные условия? Анастасия, кто-нибудь ответит? Да, конечно, ипотеку, как правило, на побережье предлагаем. Да, варианты есть. Что касается по условиям, условия практически те же самые, что и были год назад, да, все без изменений. 40% примерно от стоимости недвижимости выдает банк. Процентная ставка здесь все зависит от валюты, в которой вы берете кредит. И, насколько я помню, сейчас, чтобы вот так вот не обмануть зрителя, по-моему, в долларах или евро это где-то в районе 8-9%. Точно не помню. Можем уточнить. Ну, я думаю, что если в 8-9, я боюсь, что далеко не все согласны будут, особенно с учетом падения вот всех валют таких развивающихся стран, к коему относятся и те страны, где живут русскоязычные покупатели с рубежной недвижимости. Конечно, 8-9% интерес тот еще. Ну, что ж, дорогие друзья, как-то незаметно у нас пролетели 75 минут. Буквально тогда уже последние несколько слов. Итак, компания Antalia Holmes, работающая на крупнейших рынках недвижимости Турции, работающая на побережье, работающая в Стамбуле, и плюс Елова, плюс Бурса, плюс, ну, как я понимаю, вы работаете, например, и по всему северному побережью, проблема вся в том, что там россияне покупать не имеют права. Да, совершенно верно. Пока не имеют права, возможно, что-то собирает. Черноморское побережье, то есть там купить нельзя, но, может быть, и спрос не столь велик, а, как я понял, от Елова, Бурса, тут проблем никаких нет. Нет. Пойди, пожалуйста. Мы рассказали буквально о небольшом количестве предложений, в основном о новостройках, ну, как Анастасия и Оксана сказали, новостройка – это как бы такой фирменный знак компании, но в любом случае будут какие-то дополнительные вопросы и по тем объектам, которые мы представили, простите, и по тем, или по каким-то другим, пожалуйста, обращайтесь, я думаю, отказа не будет. Анастасия, давайте тогда буквально пару слов, уже таких, скорее, прощательных, и тогда будем, называется, закругляться. Что хотелось бы сказать, что мы, знаете, в условиях, в нынешних условиях, в условиях пандемии, мы, в принципе, вообще достаточно рады нашей настоящей позиции. То есть этот год, наверное, был таким показательным. То есть сможем, как быстро ли мы сможем перестроиться, как быстро клиенты смогут перестроиться на другой уровень, будет ли сохраняться спрос, то есть какой, на какую недвижимость. То есть уже подводя итоги года, можно сказать, что в принципе, даже учитывая нынешнюю ситуацию, в принципе, все, год заканчивается неплохо. И мы все-таки смотрим с надеждой в 2021 год, надеемся, что все это закончится. И наши покупатели смогут беспрепятственно прилетать в Турцию и, собственно, совершать покупку в тех городах, в которых им хотелось бы. Окей. Ждем и всем рады. Оксан, ну а вам, чтобы вы не просто попрощались, а еще ответили на вопрос. Отлично, ваш любимый город, ваш в Турции, где вы живете, где вы хотели жить? Мой любимый город это Анталия. Я живу в Анталии. Меня все устраивает, мне очень нравится. Во-первых, Анталия очень достичь, и в город, даже если люди не знают турецкого, даже если они не знают английского, всегда найдутся люди, которые знают русский. То есть, никаких проблем не возникает. Люди, хотя бы какие-то примерные слова, которые нужны для бытового уровня, они знают, я имею в виду турки, знают. Если знаете английский, то вообще без проблем. Но есть ветки, и его не так сложно выучить, в принципе, то вы вообще просто хорошо устроились, так скажем. Анталия хороша тем, что она круглогодична, она работает всегда, то есть она, это не просто курортный город, здесь можно жить, работать, и в то же время наслаждаться морем, солнцем, фруктами, овощами, и всем. Ничего не связано с курортным городом, но в то же время это уже, можно сказать, мегаполис, то есть, да, можно встретить, то есть у нас мультиязычный такой город, можно встретить любых разных людей с разных стран, и никогда не останетесь там как-то один, не заскучаете, поэтому я рада, что вот сейчас я здесь, в Анталии, потому что, на мой взгляд, сейчас безопасно, это свежий воздух, то есть и можно и здоровье поддержать, и настроение хорошее всегда на традиции. Отлично, я на самом деле всегда приезжаю в Анталию и из аэропорта сразу пью на востоке километров от 100 до 150, там уж как повезет. Ну что ж, дорогие друзья, Анастасия Кай, компания Анталия Хоумс, Оксана Ахмеджанова, компания Анталия Хоумс, я с удовольствием еще благодарю, и очень привет, что в чате поблагодарили Анастасию Аджак, которая мужественно отвечала на многочисленные вопросы и ответила на все, а это на самом деле письменно гораздо сложнее. Спасибо вам огромное, благодарю Марителю Бинаиде, которая провела эту трансляцию и сделала все, чтобы все работало идеально. Филипп Березин, портал «Приану», недвижимость за рубежом. Встретимся с вами в ноябре еще и встретимся в декабре. Мы победим все эти дурацкие вирусы-вирусы. Девушки, спасибо вам огромное и большую удачу вам в работе. Спасибо вам тоже. До свидания, друзья. Спасибо огромное. Продолжение следует...